Вот так выглядит телестудия женской колонии. В этом помещении записывают новостной эфир, а потом сразу же монтируют. Один человек совмещает в себе сразу несколько профессий – оператора, монтажера и редактора. Внимание, запись! В тюремной телестудии готовят к эфиру выпуск местных новостей. Светлана Цемок здесь главный телемастер, пригодилось высшее экономическое образование. В колонии она по недоразумению, совершила пять лет назад ошибку, подружилась с компанией, увлеченной наркотиками. Начинать? ФКУ ИК-18, в эфире информационный выпуск. Добрый день, дорогие женщины, ФКУ ИК-18, в эфире информационный выпуск АТВ телеканала. Ее фильм «По ту сторону забора» призер Всероссийского фестиваля тюремного кино. Картина о судьбе женщины, отбывающей наказание. Она становится матерью, и простое женское счастье сопровождается мучительным раскаянием. Осужденная обрекла на неволю собственного ребенка с его первых минут жизни. Я хотела именно то, чтобы женщины задумывались о будущем своих детей, понимаете, чтобы у ребенка не было такой же судьбы, как у матери. Чтобы мать задумалась о том, какой образ жизни нужно прежде всего ей вести по окончанию своего срока. Работа Светланы Цемых потрясла жюри фестиваля. А снят фильм любительской видеокамерой. Кадры клеили на обычном компьютере. Сценарий прошел проверку в администрации колонии на предмет нарушения режима секретности и правил внутреннего распорядка учреждения. Утвердили второй вариант. Даже более жесткий по содержанию. Быть зоны получился без приукрас и без тюремной романтики. Автор и режиссер больше не возьмется за серьезную кинодокументалистику. Это адский труд пропускать все через собственные ощущения неволи. Хотелось бы снять именно самодеятельную организацию у нас, именно о наших выездах, концертах, как к нам приезжают. Она выйдет на свободу через три года или раньше, если разрешат условно-досрочное. В новой жизни поменяет все, что сможет. Место жительства, профессию, мечтает устроиться на телевидении. И обязательно станет лучшей мамой на свете. Ее ребенок будет свободным человеком. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, Южный регион, Инфо.